друзья всем привет с вами я дима и канал владелец аквариума давно не было видео упал в воду скребок давно не было видео и тому есть причина эта работа но пользуясь случаем так как я приболел сегодня понедельник я нахожусь на больничном решил сделать для вас видео видео будет всепоглощающая расскажу о 200 литровом что здесь произошло о креветках амано у креветочной ферме которая я надеюсь скоро будет что давайте приступим постепенно на меня что на меня смотреть давайте посмотрим на аквариум и так вот он мой 200 литровый аквариум не знаю почему но камера мне кажется желтит или может быть через дисплей мне так кажется вот сейчас нормально настроилась немножко сверху снимаю вот значит давайте по порядку по рыбам стая тетр чувствует себя отлично погибших я не видел по моему они все тут в сборе вот по у рекам коридора с и black венесуэлла и голды и панда а также и также еще маленькая панда которая тут выросла но я сейчас не видно все отлично живут голд который был кривой к сожалению да он не выжил он кстати ворона мелкая панда не увидим скрывается на там сиамские водоросли еды трое два кстати два крупных но они текают и один мелкий я не знаю почему он не растет корм есть все есть как бы даже можно сказать с избытком по креветкам смотрите блюдрим и начинают лазить уже тут вот по дну раньше я их не видел вчера я пытался их сосчитать около 14-13 штук насчитал предполагаю что все они все-таки живые их было 15 вот а может быть даже есть уже какая-то молоть потому что вот эти совсем от мелкие вот например такой есть еще мельче может быть уже есть потомство кстати воду вчера менял сегодня еще не кормил рыб они голодные ничего страшного разгрузка им помешает тем более последние недели 2 их перекармливали кормил и я и жена кормили и кормили их и сухим кормом и и живым кормом и гриндалем в общем нет переедали нормально я делал небольшую перестановку вот этого острова давайте теперь по растениям значит растение чувствует себя отлично сделал небольшую перестановку скомпоновал немножко как-то покомпактнее все сделал все вот такие более дорогостоящие сорта буцефаландр тут хейтс black хейтс супер blue type 2 супер blue супер blue blue type round в общем все здесь кописусу здесь такое все синенькая вот в центре веке большой лист и вот сбоку огромные такие листы не знаю я это на рынке купил эту буцефаландру какая-то ты какая даже сам продавец не знаю из новых вот blue velvet не знаю я вам показывал на прошлый раз вот он в центре и также вот тут вот под перед blue velvet вот такой оранжевый листик это нет нет стоп это не они за blue velvet в общем брал брауни пикси появилась три отростка они сейчас приходят в себя и надеюсь через месяцок во всей красе будет вот полянка буцефаландр колокуян один меня просто радует прикольная такая разрастается буду потихоньку приматывать на квадратики еще еще и будет поляна недавно на рынке был куплен два куста нубиаса вот они такие довольно таки большие пока они будут занимать заднюю часть так как то так покрасивее мне так кажется вот на сетке мох на сетке растет поближе показать сверху вид значит что мох растет сюда же я добавляю буцефаландры которые нечаянно оторвались и начали плавать также также вот тут вот я поместил вот раз . и еще вот вторая вот здесь этот дикий аир болотный болотный аир который я в том году еще принес днепра вот эти почки остались они никак не прорастают я их поместил ближе вот поверхности воды посмотрим что будет вот что еще у нас тут пенатифида вот видите смотрите вот она растет и если присмотреться там есть ее ростки был маленький-маленький росточек я вопрос туда воткнул и забыл она вот видите разрослась герафила иногда покрываются листья в дырочку старые отмирают как-то так монте-карло я его не стригу не трогаю растет довольно таки прикольно вот он разрос сейчас покажу с этой стороны вот видеокон свисает вниз прикольно буду растить дальше посмотрим о еще по каким новинкам значит сделал я две в обе куски в одно я посадил хинодорус тропика во вторую крипто карина невеля значит начинка этих в обе кус стандартно это мох вам в мох я добавил по таблетки вылетела за лавы торф торфяная таблетка и удобрение ермолаевский грунт живой питательный питательный ермолаевский грунт ну что было уже пошли листья первое уже и хинодорус тропика два листа вот больших выпустил а крипто карина пока что один листик ну растем также вот красивый мох камерун появился тоже с прошлого раза сейчас я приближе он такой фактурный интересный знаю будет вам видно или нет вот она в центре кадра его я буду отсюда убирать так как много взвеси бальбитис и бальбитис и чувствует отлично себя тут в полутьме они не пропадают растут ничем не обрастают ну нормально все также появился бальбитис гуа ангин кто знает вот он в центре и справа с крупными листами еще один бальбитис уже не помню ну какой то тоже из довольно таки редких это тоже купил на рынке внезапно как обычно по удобрение удобрение все также в нашу ермолаева 60 миллилитров калия и по 20 миллилитров макро микро и железо альгицид co2 каждый день если не забываю добавляю по два ну или три клика немножко есть взвесь и она никуда не денется пока я не приобрету новый фильтр сейчас буквально 20 минут назад я крылся по аквафоруму нашел там эйхейм по моему 2008 по стоимости 5 800 и сижу думаю нужен он мне или нет ну там огромный фильтр 25 литров он в общем в общем ребята вот по двухсотки вот такое состояние вот такой вид а забыл совсем я про вот этих товарищей вот они антики супер-ред 21 крупнее другой мельче живы и здесь были звездчатые цитрусы или 181 4 штуки из них я вижу одного он каждый вечер он выплывает на заднюю стенку отсюда забыль битис тут я вот тут я его вижу забыль битиса почему он сюда выплывает не знаю почему вечером тоже не знаю по креветкам фильтраторы оба живы приобрели такой насыщенный морковный цвет отлично им тут живется но и аманки соответственно тоже чувствует себя тут хорошо вот они тут ныряют ждут пока я им кино какую-то еду кормить планируя перевести их сейчас на кормежку через день уж 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 больно немного гадят и рыбки уже подросли наверно не нужно так много так как был день разгрузочный сейчас можно дать им немножко гриндаля даже немножко но так себе нормально сейчас я открою коробочку покажу гриндаля так вот он вот так вот он накрыт у меня я сейчас возьмем прям это вот стеклышко окунем воду и червяки попадут на трапезу к рыбам сразу вот так вот это делаем и все кстати кидал гриндаля креветкам они его тоже хавают с удовольствием за гриндаль еще раз отдельное спасибо паша с места ривны культура отличная до сих пор все живет так как он мне прислал в коробочке все всполошились тут началось у них поиск пищи рыбы быстро все разорвали как пираньи ну надо сомиком еще подкинуть я так думаю парочку гранул гранулы от рыбачка вот такие кто брал его корм наверное знают пахнет прикольно сам бы ел и рыбам очень нравится и креветкам я когда оманком его кидаю они прям накидываются прибегают сейчас увидите начнут все сползаться сплываться гриндаль на месте гриндаль кстати вот храню в тумбочке вот в таком месте накрываю его и все вот смотрите оманка уже об и все уносит уносит кусочек а за ней водорослиет погнался все потихоньку начинают сбегаться старые большие оманки прибежали за ними не успеешь и еще одна унесла все начинают панды вылазить все вылазят а половина корма уже унесено ничего посмотрим попозже еще может быть подкинуем вот так вот все оживает видите только кормежка все выползают единолично 1 манка себе самый большой кусок схватила и будет раскидывать его по аквариуму второй кусочек анцик отвоевал и тут вот самый делят все остальное я думаю всем хватит вот так во время кормежки я вычисляю креветок амана с икрой и отсаживаю их сразу и они уже сидят в отдельном аквариуме давайте пойдемте вам покажу теперь где же я отсаживаю амана расскажу про аквариумы которые внизу кто смотрит узнает итак вот в этот аквариум я отсаживаю амана с икрой тут один кандидат это из молодых не старых амана к из тех что я покупал у паши через сколько у нее будет личинки не знаю но скоро будут я думаю вместе с аманкой тут живут неокордины которые я отбраковывал ну и простые неокординки чтобы их не смешивать я их отловил с общего аквариума самом начале тут их очень много ты мелкие он и мелочь и все угодно на аквариум не обращайте внимание я просто не чищу не нахожу нужно чистить по второму аквариуму значит тут все так же у нас проживают черрики плохо видно отсвечивает от ковра света нет такого как надо в общем ребята тут черрики мелкие ну и мог на лаве я тут пытаюсь их селекционировать ну пока не очень удачно что то есть красная но не сильно короче ждем одно и самое главное вот аквариум с аманками эти аманки те которые получилось вывести самостоятельно тут их порядка 20 может 25 штук есть уже довольно таки крупные вот например как вот это тоже сейчас могу им кинуть форма посмотрим как они нападут на него может быть сразу может нет сразу туда во все аквариумы закину значит посмотрите по разведению амана я не забрасываю все это дело продолжаю пока просто нет времени мы поддерживаю все это в нормальном состоянии скажем так вот тут у меня тетраселмис сегодня ребятам в одессу отправил надеюсь в этот раз у них все получится и они смогут сохранить культуру у самого кстати недавно вот буквально у меня отспрашивали тоже товарищ как так тетраселмис был был и потом исчез вот после того как я отсюда убрал последнюю креветку я все перелил в литровую банку а здесь у меня немножко осталось воды в литровой банке без аэрации вот тут вот банка стояла за аквариумом просто через несколько дней там в неделю наверно вода стала прозрачной тетраселмис пропал я в экстренном порядке отсифонил отсюда все сливки тетраселмиса взял забодяжил двухлитровую новую воду соленую 2 литра и подменил воду поместился этот трасселмис все нормально стало вот он его практически тут как бы не очень много было вот он опять размножился я так думаю нужно водичка ему подменивать я это буду делать потому что если я утрачу культуру где убрать хотя я думаю я рассылал и херсон и в ровно и в одессу и в кривой рог возможно у кого-то есть осталось и придется обращаться тем кому и отсылал что касается вот этого фитостабил который мне прислал товарищ из европы из латвии или из литвы я прошу прощения значит что я сделал 15 08 я разбавил 15 02 19 я разбавил согласно инструкции этот фитостабил и поместил в две банки в одну литровую просто тетраселмис соленой водой во вторую с фитостабилом изменений честно говоря я не увидел и мало того там где был фитостабил быстрее завернулся тетраселмис не знаю почему также я вот добавлял сюда ну эффекта я ним не понял честно говоря поэтому пока без него вот как-то так вот смотрите вот они уже собрались на трапезу потихоньку трапезничает в общем вот так по оборудованию ничего в принципе нового не появилась а вот купил я еще один компрессор сансан такой прикольный довольно таки тихий и меня подкупил дизайн честно говоря такой не знаю прикольный мне понравился я купил потому как я же планирую все-таки сделать креветочную ферму у меня уже есть один два три компрессора один мини компрессор второй компрессор двухканальных рубара 4 компрессора есть планируется у меня значит в этой ферме креветочной ну 9 аквариумов я планирую вот когда это будет пока еще не знаю потому как опять же работа время никогда но но это будет обещаю вам как только это будет сразу я сделаю вам видео ребята собственно на сегодняшний день все что он хотел показать я показал все что хотел рассказать рассказал прошу прощения что не выхожу в эфир так часто ну вы должны это понимать у всех свои дела заботы если бы я жил этим хобби зарабатывал им себе на жизнь я думаю видео были бы чаще но к сожалению это не так пока что поэтому ребята ставьте лайки подписывайтесь на мой канал комментируйте мне нужна от вас обратная связь мне интересно что вы думаете интересны ваши советы я всегда читаю все ваши комментарии спасибо вам за внимание и до скорых встреч